Всем привет! Сегодня я расскажу про новый снегход, опять же, российского производства. Это лидер Альфа-3. Начнем, как обычно, с двигателя. Двигатель у нас идет КП-460, то есть тут 20 лошадных сил, Лифановский двигатель стоит. Я думаю, все уже эти двигатели знают, много куда их ставят. В принципе, четырехтактный двигатель, достаточно практичный и небольшой расход у этого двигателя. Двигатель скрывается у нас под такими крышками, тут три ролика идет, и вы спокойно можете обслуживать двигатель, вариатор, то есть что угодно. По правой стороне также у нас такая же крышка, тут ручной стартер также есть, электро, соответственно, тоже есть у нас, аккумулятор тоже в комплекте идет. По правой стороне у нас также крышка, также тремя болтами, если что-то обслужить надо, то есть вы эти болты откручиваете и спокойно от крышки заставите. Также здесь у нас ручной стартер есть, напомню, здесь есть и электро стартер, и ручной стартер, плюс здесь у нас рычаг переключения передач, то есть вперед, назад, нейтралка, три положения здесь. По подвеске здесь у нас достаточно все просто, то есть один рычаг идет, амортизатор от мотоцикла ИШ, то есть опять же обслужен недорогой в этой технике, плюс даже есть небольшие регулировки. Спереди нас установили вот такой вот крепкий металлический бампер. Гусеница здесь у нас идет пятисотая, длина у нее 3300, это лонговая версия, то есть она удлиненно идет. Тут четыре тележки стоят на подвеске, то есть опять же тележка достаточно простая, то есть обычные бурановские тележки, все легко очень обслуживается, смазка забивается, катки, все это по отдельности продается, все меняется, то есть тут с этим сложности нету, вся подвеска, можно сказать, от бурана, просто она больше идет, то что гусеницы больше. Здесь у нас очень хорошие лыжи идут, здесь лыжи от снегохода Динго, то есть такие же, но она идет вот с такой накладкой, то есть вот тут лыжи заканчиваются, плюс еще смотрите сколько места, то есть большая площадь получается, то есть у вас спереди две лыжи с накладкой, плюс большая гусеница, очень большая точка опоры получается, площадь опоры, то есть за счет этого снегоход очень проходимый получился, не проваливается даже по глубокому снегу. По органам управления слева у нас тормоз с ручником он идет, зажигание включаете, выключаете свет и электростартер, электростартер напомню у нас, плюс ручной есть. Также здесь у нас есть подогревы, они в двух режимах также работают, подогрев ручек и курка газа. Также у нас есть ЧК безопасности на снегоходе. По приборке показывают скорость, общий пробег, температура. Спереди также у нас стоит очень яркая светодиодная фара, хорошо видно и вечером и днем. На снегоходе сзади также у нас стоп-сигнал, плюс у нас здесь вот крючок, чтобы открыть багажник. Тут у нас очень большой объем багажника, то есть относительно других снегоходов тут много места. Аккумулятор также идет в комплекте. Вариатор здесь у нас ноль на сафари, я думаю все уже знают этот вариатор, то есть на бураны сейчас на современные уже такие вариаторы ставят, поэтому с ним тоже особо проблем никаких нет. Снегоход у нас идет без ПСМ, то есть он не подлежит регистрации, можно сказать как буксировщик идет. В основном этот снегоход пойдет рыбакам, то есть рыбакам-охотникам, кому нужна хорошая проходимость, хорошая тяга, тяга у этого снегохода очень хорошая, но по управлению немножко сложнее, чем допустим какой-то китайский снегоход.